Выпуск школы номер 7 в этом году немногочисленный. 11 класс заканчивает 14 человек. Нынешними выпускниками школа особенно гордится. Среди них лауреаты различных региональных и всероссийских конкурсов, победители олимпиад, медалисты. Также часть ребят фактически студенты. После побед на заключительных этапах всероссийских олимпиад школьников их без экзаменов зачислили в вузы Москвы и Санкт-Петербурга. Я здесь полюбил химию. Благодаря этой школе победил в многих олимпиадах по химии. Это самое главное воспоминание в этой школе. Я победил в олимпиаде Российской школы фармацевтов и поступил в СПХФУ, Питерский фармацевтический университет. Экологические акции, уроки доброты и многое другое. Большое внимание 7 школу уделяет не только учебной программе. Многие учителя, как признаются дети, стали за эти годы родными, передавая ученикам частичку души и воспитывая в них лучшие качества. С большой любовью и признательностью отзывались выпускники о своем классном руководителе, учителе английского языка Ирине Дементьевой. Наш классный руководитель очень хороший человек. Она научила нас действительно очень многому. И это непростые слова. Она научила нас, возможно, чему-то банальному, но она научила нас разделять мусор, сортировать его и сдавать макулатуру. А вот у нас была такая акция. Мы собирали макулатуру, а потом деньги, вырученные со сбора бумаги, отправляли в приют, в котором, кстати, я тоже теперь являюсь волонтером и помогаю там тоже кошечкам. Я думаю, что вот эта часть добра, которая сейчас у меня есть, это тоже благодаря нашему классному руководителю. В этом году школе исполнилось 30 лет. За плечами учителей немало выпусков, но каждый последний звонок для них как первый. Невозможно привыкнуть к тому, что дети, которые выросли на глазах педагогов, уходят из школы навсегда. Говорят, что когда расстаешься с человеком, то тот, кто уезжает, забирает с собой частичку твое сердце. Поэтому как бы вот не было привычное, рутинное, такого не бывает. То есть с каждым выпуском частица сердца учителя, частица сердца администрации, частица сердца любого работника школы, она вот забирается. И она как раз у выпускников и присутствует. Так что учительский труд – это очень ответственный труд и требующий большого-большого сердца. Последний звонок – трогательный и грустный праздник не только для педагогов и родителей. Это символ уходящего детства. Последний звонок означает прощание с определенным этапом жизни и встречу с неизведанным и загадочным будущим. Мне вспомнилось очень много всего. И каждый день на самом деле, вот сейчас, по происшествию стольких лет, понимаешь, каждый день был насыщен событиями и каждый день, даже если казалось бы, это самый обычный день, он все еще остается у тебя в душе и в памяти. Немного грустно. То есть это грусть, которой я рада, что она вообще появилась в моей жизни. Последний звонок для одиннадцатиклассников прозвенел, ознаменовав собой переход к новому жизненному этапу. Уже на этой неделе начнется единый государственный экзамен. А 25 июня выпускники навсегда попрощаются с родной школой. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров, 24.